привет ребята зовут меня артур и я живу в израиле сегодня мы в чудной стороне канада в маленьком городке провинциальном тихом и спокойном городе алмонте где-то в часе езды от оттавы давайте мы посмотрим как же живут эти крошечные маленькие уютные канадские городки тишина и покой красота канадской природы красота канадской осени я бы сказал так вода рядом народ неспешно догуливает субботу скоро придет вечер и мы с вами станем собираться в семейном кругу то и как мы в семейном кругу мы в канаде в гостях у детей и вот дети нас пригласили к их друзьям канадцам мы едем в гости ну а по дороге нам попался такой маленький городок под названием алмонте полностью реконструируется идет по всей видимости к это теряло реконструкция городок перекопан городок переделывается это тоже хорошо и это тоже здорово я хотел бы сказать о канадцах насколько люди вежливы вы знаете вот все время сравнивая с хочу этого или не хочу мне приходится это делать так как я уже сказал я живу в израиле канадцы вежливо был я тут недавно тоже у наших детей в англии в городе регби в лондоне позовите новый канал поищите эти видео без труда вы их найдете я бы тоже ответил отметил бы величайшая вежливость англичан и канадцев она прямо бросается в глаза настолько люди терпимы друг другу я уже не говорю о водителях никто даже не позволит себе побибикать без всякого смысла в израиле это повсюду ну что же давайте гулять давайте наслаждаться канадской осени потихоньку стали приходить первые холода с первыми холодами потихоньку уже на пушках лицов стали разукрашиваться разными красками деревья знак канада клены посуда меняет свою окраску я бы еще наверно добавил бы что еще повсюду появились тыквы тыквы повсюду тыквы везде скоро будет праздник хэллоуин вчера еще был сентябрь сегодня сентябрь уступил место октябрю на улице плюс 19 ночью что-то около плюс 7 градусов ну в любом случае осень вступает потихоньку в свои права вот они тыквочки вот они я уже видел сегодня настолько украшенный дом сегодня мы ездили в зоопарк тоже недалеко от отавы ребята меня пригласили мы ездили в зоопарк и я видел на обочине дома очень симпатичный украшенный дом именно уже хэллоуина вот они тыквочки вот они красавицы два огромных скелета метров под три стояли на входе четыре часа ребят почтовое деление и таможня ребята это когда-то было почтовое деление таможня так как канада тоже разделена на провинции могу предположить что когда-то так имела некий смысл сегодня я не знаю насколько таможня нужно между провинциями я думаю нет мы все время пока путешествуем по берегам на реке оттава который соответственно разделяет французскую провинции и английскую как я сказал повсюду идет ремонт но это честь и хвала городу который все делать для горожан все улучшает и улучшает свой без того красивый старый город как я сказал сбоку есть река если гидроэлектростанция успел разглядеть давайте вы пройдем и посмотрим на эту красоту вот они тыквы действительно вот чудо природы хороший праздник хэллоуин как сам праздник и мне никогда не довелось его праздновать в северной америке ввиду того что мы всегда детям приезжали летом один раз как-то мы попали ранней весной и теперь мы сознательно выбрали это прекрасное время когда канада покраситься самые свои узнаваемые краски когда кленовый лист символ канады ставим повсюду виден издалека вот он потихоньку-потихоньку на опушках лесов потихоньку-потихоньку появляется я потихоньку иду к реке туда их ты конкурс машины моя семья неспешно вроде по каким-то магазинчикам женщина и женщина им всегда хочется где-то зайти что-то посмотреть что-то прикупить на здоровье мы с вами уделим время прогулки мы посмотрим с какого края мы больше удачи смотреть на водопадики маленькие как я сказал здесь есть гидроэлектростанция я предположил что здесь есть потому что на входе по всей видимости таки она существует давайте посмотрим на эту природную красоту ну мы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Я пойду потихоньку туда, к воде, к машине... Да, ну вот... Мы сменились позициями... Моя фамилия пойдет... Посмотреть на водопадики... Мы с вами продолжим прогулку... Да, так вот я хотел сказать... Что сейчас... Сезон ловли лосося... И мы просто подъехали... И люди, которые ловили там рыбу... Как будто распознат у нас... Туристы из далекой страны... Спросили... Хотите лосося? Сказали, что мы хотим лосося... Они говорят... Ну вы не обидьтесь... Если мы икру заберем себе... А лосося отдадим вам... Так они и сделали... Огромного... Десятикилогромного лосося... На водоле просто так... Вы знаете... Канада... Она... Такая... Огромная, конечно, страна... Но... За исключением... В Торонто и Монреал... В Торонто мы были в Монреале... Мы тоже были в Монреале... Но... Торонто... Это исключение, наверное... Из правил... Вот здесь регион Оттавы... Это все-таки такой... Уголок уюта и покоя... Я вам хочу сказать... Все-таки... Оттава... Это такой административный... Больший центр... Канады... Министерства... Ведомства и тому подобное... Много природы... Повсюду природа... Повсюду все доступно... Вот сегодня мы были в зоопарке... До этого мы гуляли чудные парки... Чудная природа... Все для отдыха на природе... Везде все чисто... Везде все аккуратно... Везде все доступно... Все сделано для людей... И очень-очень... Очень-очень... И очень-очень... Мне приятно... Что люди в Канаде... Берегут... То, что им... Дает эта прекрасная страна... Плюс государство... Обустраивает... Общественные территории... И люди... Это уважают и берегут... За это канадцам... Я хочу сказать... Огромное спасибо... Я хочу сказать... Огромное спасибо... Нашим детям... Которые пригласили нас... Погостить вновь в Канаде... Каждый раз... Что мы бываем в Канаде... Мы делаем... Для себя... Все новое и новое открытие... Сегодня мы видим... Канаду во землю... Несомненно... Одно из самых... Красивых... Времен года... Пойдемте мы к реке... Еще подойдем... Посмотрим... Так как это только... Маленькая остановка... Перед тем... Как мы доберемся... До конечного нашего пункта... Как я сказал... Мы приглашены в гости... И мы... Движемся... В сторону... Людей... И гостей... Кто... Нас сегодня пригласил... Ну вот она... Красота... Канадской осени... Посмотрите сами... Обратите внимание... Насколько... Краски... Природы... Потихоньку... Становятся все более яркими и яркими... Как я уже сказал... С первыми холодами... Уже на опушках лесов... Потихоньку появляется... Эта красота... Мы вчера гуляли в глубине самого леса... Я должен сказать... Что таки там... Еще... Краски по-прежнему зеленые... Из-за того что лес стоит... Кучно... И он лиственный... Холод туда еще не проникает... Так быстро... Как он... Проникает к деревьям... Которые сядут на опушках... В лесу еще абсолютно зелено... Но вот так вот... Сегодня выглядит Канада... Так сегодня выглядит... Эта крошечная страна... Даже язык... Не поворачиваешься... Назвать ее крошечная страна... Ни в коем случае... Канада огромная... Канада величественная... Канада прекрасная... Вот они... Господи... Вот эти зверьки... Вот он... Вот он... Вот он... На камешке... Вот и моя... Господи... Вот и моя... Господи... Они здесь повсюду... Белки... Гуси... Медведи... Назову я их так... Турки... Огромные деньги... Черные... Которые бродят... По обочинам дорог... Большими стаями... Гуси повсюду... Их... Гуси... Их... Баллокою... Их... Их... Гуси... Гуси... Да... Река прекрасно... Веет свежестью... Не знаю насколько... позволил бы организм укунуться все воды я выезжал из израиля пару-тройку дней назад вода была плюс 28 я думаю что тут гораздо прохладе а ну что привет когда как я уже сказал дорогие мои зрители отпишитесь напишите кто живет в канаде кто имеет в этой стране свое мнение а мы с этим товарищем имеем свое мнение канаде канада прекрасно только я рассказывал вам про гусей вот пожалуйста они подсюда хорошо жить в канаде скажи явно хорошо я бы подвел черту так что канада это страна для людей страна новой формации странах новой психологии где люди так уж сложилось исторически съехали со всего мира и пытаются здесь уже ца в мире и согласие чего нет в израиле тоже люди съехали со всего мира но меры согласия к сожалению нет и это меня печалит когда-то прекрасная страна как я уже сказал люди здесь как-то научились жить настолько дружно и настолько не мешая друг другу помещается здесь всей культуры религии и это хорошо ребят ведь на самом деле это всего лишь что есть у нас этой жизни это ваша жизнь которая столько ротках чтобы растрачивать на всевозможные конфликты в канаде большое еще раз спасибо всем канадцам огромное спасибо действительно страна прекрасно уютная лиза умерших людей Я могу предположить Что это так Есть там знак Который об этом извещает Сейчас посмотрим, кто идет А, это ребята просто делают вам с гипса Все я понял Ну, я, наверное, немножко ошибся Делаю маску из гипса Всем удачи, всем пока С любовью из Канады Ваш Антон Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok